Здравствуйте! Сегодня 7 апреля и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Макси Форекс. Вчера на азиатской сессии пара EURUSD подешевела еще на 60 пунктов и опустилась до отметки 1.3411. На протяжении большей части европейской сессии инвесторы не могли определиться с выбором, и поэтому пара торговалась в боковом флете в диапазоне 1.3399-1.3438. Перед началом американской сессии в наступлении перешли медведи. Чуть более чем за два часа евро потерял около 60 пунктов и опустился до 1.3356, после чего инвесторы опять прекратили активные действия и пара опять оставалась во флете, на этот раз в диапазоне 1.3355-1.3386. Протокол последнего заседания Комитета по открытому рынку США, опубликованный в 10 вечера по московскому времени, внес свои коррективы в движение пары. Евро сумел частично вернуть потерянное, достигнув цены 1.3409 и закончив день в диапазоне 1.3389-1.3403. Сегодня утром на торгах в Азии пара оставалась в ценовом диапазоне 1.3373-1.3392. По паре евро-доллар предполагаем дальнейшее продолжение снижения к ценовым уровням 1.3355-1.3324 и далее к 1.3287. Вблизи этого уровня пара может развернуться на подъем с целью движения 1.35. На азиатской сессии во вторник пара фунт-доллар после кратковременного подъема до 1.5307 заметно подешевела и опустилась до отметки 1.5210. В начале европейской сессии в Великобритании были опубликованы данные по динамике цен на жилье и индексу деловой активности в строительном секторе за март месяц, а также данные по объему выданных ипотечных кредитов за четвертый квартал. Как оказалось, последний показатель вышел хуже прогнозов аналитиков и заметно повлиял на настроение трейдеров. Фунт подешевел более чем на 100 пунктов и достиг минимума дня 1.5129. На этом ценовом уровне в наступление перешли быки и начали активно покупать британскую валюту. В середине американской сессии фунту удалось вернуть все потери и подняться до отметки 1.5254, а после вечерних новостей США прибавить еще почти 30 пунктов. До конца торгового дня пара оставалась в диапазоне 1.5263-1.5277. Сегодня утром на азиатской сессии пара торговалась в узком ценовом диапазоне 1.5233-1.5266. По паре фунт-доллар ожидаем снижение курса пары к ценовым уровням 1.5193-1.5128-1.5262 и далее к 1.5005. В экономической статистике среды состоится пресс-конференция Банка Японии и будет вынесено решение по размеру процентной ставки. Изменений здесь не предвидится. Ставка, скорее всего, будет оставлена на прежнем уровне 0.1%. Индексы деловой активности в сфере услуг будут опубликованы Еврозоне и Великобритании. Кроме того, в этих же регионах выйдут данные по приросту ВВП и индексу производственных цен в Еврозоне и индексу доверия потребителей Великобритании. По всем этим показателям существенных изменений не ожидается. Отчетные данные выйдут, вероятно, на уровне предыдущих значений. В Еврозоне, кроме того, ожидается резкое снижение объемов промышленных заказов в феврале, что отчасти объясняется началом нового хозяйственного года и формированием портфеля заказов. Заметное снижение объемов розничной торговли продемонстрируют также Швейцария. А в США выйдут отчетные данные по объему потребительского кредитования, которые, по прогнозам аналитиков, покажут существенное снижение по сравнению с предыдущим месяцем. А также состоится выступление главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Редактор субтитров А.Семкин